Большие дикие кошки. Они в воплощении силы, гибкости, ловкости и грации. С древности многие народы наделяли этих животных сверхъестественной силой. Они боялись, уважали и почитали их. Чтобы выжить в жестоком диком мире, у кошек есть все необходимое. Хорошо развитое зрение, слух и мускулатура. Так как кошки являются хищниками, чтобы утолить голод, нужно сначала поймать добычу. Но сделать это не всегда просто. В этом выпуске мы посмотрим, как охотятся разные дикие кошки. Начнем с царя зверей, льва. Это очень красивое и сильное животное. Одно из самых крупных в своем виде. Масса некоторых самцов может достигать 250 килограмм. Благодаря своей песчано-желтоватой окраске, лев сливается с местной растительностью. Львица заметила бородавочника и начала свою охоту. В желто-зеленой траве хищника практически незаметно. Когда львица приблизилась на достаточное расстояние до своей жертвы, она начинает погоню. Несколько секунд и добыча поймана. Несколько львиц затаилось в траве, поблизости со стадом зебр. Одно из травоядных пошло именно туда, где находились хищники. Эта зебра была обречена. Львицы легко ее поймали. Этот взрослый лев заметил стадо буйволов и спрятался за упавшее дерево. Но животные его заметили и всем стадом пошли навстречу, намереваясь испугать большую кошку своим числом. Но льва этим не остановить. Он бросается на травоядных, и те сразу же кидаются в рассыпную. Выбрав одного буйвола, лев догоняет и запрыгивает на него, сбивая с ног. Этому быку уже не спастись. Во время атаки льва, один из буйволов остановился и пошел навстречу к хищнику. Но это было ошибкой. Как только бык разворачивается, лев сразу же прыгает ему на спину и валит на землю. А тут целый прайд львов догнал жирафа. Такое большое животное даже львам довольно трудно завалить, ведь жираф достигает роста 6 метров, имея при этом вес по тонну. Львы окружили жирафа и предпринимают небольшие попытки атаки. Но животное твердо стоит на своих ногах. Львам нужно лишь повалить жирафа, и тогда он уже не уйдет. И вот хищники вцепились травоядному в ноги, а одна из львиц прыгает ему на спину. И жираф не выдерживает и падает. На этих кадрах можно наблюдать охоту львицы на газелей. Хищник затаился в небольшом овражке, недалеко от животных. Травоядные заметили хищника, но не убегают. Они не видят его, но чувствуют, и любопытство не дает ему уйти. А львица так и лежит, практически не двигаясь, и выжидает удобный момент для прыжка. И вот одна из газелей подходит слишком близко, и львица бросается в атаку. Сегодня травоядным очень повезло, никто не угодил в лапы львам. Теперь понаблюдаем за тигром. Это самая крупная кошка на планете. Вес некоторых тигров превышает 300 килограмм. Эта тигрица заметила крупного кабана. Она замерла и начала медленно подкрадываться к цели. Выбрав удобный момент, хищник срывается с места, бежит вперед, настигает кабана и легко сбивает его с ног. Здесь также можно наблюдать охоту тигра на кабана. Хищник выбрал в качестве засады не совсем обычное место. Он залег прямо в воде. Но кабан его не видит и идет прямо на него. Тигр делает быстрый бросок, и через секунду жертва уже у него в зубах. Тигры не брезгуют и такими животными, как обезьяны. Эта обезьянка спустилась на землю, чтобы найти еду. Она была не слишком осторожна. Этим и воспользовался хищник. Тигр напал на свою жертву сзади. Атака была молниеносной. Обезьянка даже не успела понять, что произошло. Тут тигр почуял, что в кустах кто-то есть. Он тихо подкрался, на минуту замер прислушиваясь, и бросился в заросли. Там оказался большой бык-гаур. Хищник вцепился ему в горло. Но бык был очень большой и никак не хотел падать. Тигру понадобилось пять минут, чтобы его жертва затихла. Здесь полосатый хищник выбрал в качестве добычи буйволов. Он легко повалил одного из них. Но другие быки решили помочь своему сородичу. Они стали атаковать тигра. И он в какой-то момент отпускает свою жертву и кидается на них. Но быков было слишком много. И на этот раз тигр решает отступить. Переходим к леопарду. Леопарды заметно меньше львов и тигров. Их масса находится в пределах от 60 до 80 килограмм. Тем не менее, леопарды все же остаются довольно крупными и сильными дикими кошками. Как и у других хищников, расцветка этой кошки позволяет хорошо маскироваться в окружающей среде. Этот леопард заметил несколько антилоп, которые паслись поблизости. Кошка прижалась к земле и начала подкрадываться к животным. В желтой траве ее практически не видно. Приблизившись довольно близко, леопард делает молниеносный бросок и ловит свою жертву. Эта кошка часто охотится на различных птиц. Аист привлек внимание леопарда. Кошка незаметно подкралась к нему и делает головокружительный прыжок. В этот раз Аисту удалось уйти. Опять леопард охотится на пернатых. На этот раз птица поздно замечает опасность, и кошка хватает ее. Но происходит невероятное. Птица каким-то образом вырывается из острых когтей леопарда и взмывает в воздух. В этот раз леопард уже не упустил свой шанс, и птице не удалось избежать мощных зубов хищника. Иногда в качестве засады леопарды выбирают деревья. Тут эта кошка затаилась среди листвы, высоко на ветках. А на земле находились антилопы. Животные были на чеку, озираясь по всем сторонам. Но они и не догадывались, что опасность находится прямо над ними. И вот неожиданный прыжок с высоты, и одно животное уже в пасти леопарда. Большое стадо животных переправляется через водоем. Это заметил леопард. Он подкрался очень близко и затаился в небольших кустах. Выждав удобный момент, он атакует одну из антилоп и быстро валит ее с ног. А это гепард. Самый быстрый наземный хищник, способный бежать со скоростью более 100 км в час. Вот он заметил стадо антилоп. Выбрав одно животное, которое было поближе, гепард начинает погоню. Очень трудно убежать от такого быстрого хищника. Хотя эти животные тоже бегают очень быстро. Антилопа падает, и гепард без труда ее хватает. Здесь можно наблюдать коллективную охоту гепардов на антилопу гну. Кошки довольно легко догоняют одну из антилоп. Но теперь предстоит завалить ее, а сделать это не так уж и просто. Гну животное не маленькое, а гепарды не отличаются массивным телом. Но вчетвером у них это получается, и антилопа превращается в пищу для этих грациозных кошек. Тут гепард в одиночку охотится на газелей. Подкравшись поближе, кошка бросается вперед. Газели, завидев хищника, разбегаются в разные стороны. Но одной газели не повезло, гепард выбрал именно ее. От такого быстрого хищника шансов на спасение у травоядного не было. На этих кадрах можно наблюдать погоню гепарда за бородавочником. Эта свинья довольно быстро бегает. Но гепард, как было уже сказано, самые быстрые животные. И после непродолжительной погони бородавочник был пойман. Тут можно видеть, как гепард выбрал в качестве своей жертвы маленькую антилопу. Эта антилопа хоть и небольшая, но бегает уже очень быстро. Хищник потратил на нее больше времени, чем обычно. Но все же смог поймать шустрые животные. Переходим к следующей кошке. Пума или кугуар. Среди больших кошек зверь занимает четвертое место по величине. Длина туловища достигает 180 сантиметров. Масса в среднем 80 килограмм. Но крупные представители достигали более 100 килограмм. Чаще всего пума охотится на гуанако. Это дикая лама. Эта пума весь день отдыхала. А как солнце зашло за горизонт, отправилась на охоту. Благо дикие гуанако были совсем недалеко. Пума, как обычно, стала медленно подкрадываться, стараясь оставаться незамеченной. Ей удалось приблизиться довольно близко. И вот животное ее заметило. Началась непродолжительная погоня. Через несколько секунд кугуар настиг копытное, которому уже не суждено подняться на ноги. Эта пума-мать отправилась на охоту, чтобы накормить своих котят. Она незаметно подкралась на расстоянии атаки и бросилась на животных. Выбрав свою жертву, кошка догоняет ее и запрыгивает на спину. Но гуанако делает отчаянный прыжок и вырывается от хищника. Но ненадолго. Пума во второй раз догнала животное и уже не упустила его. Камера ночного видения засняла охоту пумы на оленя, около искусственного водопоя. В темноте хищник подкрался почти вплотную к своей жертве. Вот кугуар делает быстрый рывок, запрыгивает оленю на спину и валит его с ног. И последняя кошка, про которую пойдет речь, это снежный барс. Таинственный и загадочный зверь. До сих пор остается одним из самых малоизученных видов кошачьих во всем мире. Здесь снежный барс охотится на козу и совершает головокружительный прыжок в пропасть. В воздухе он ловит свою жертву и вместе они летят вниз. Потом они еще несколько десятков метров кубурем скатываются по крутому склону. И наконец останавливаются. Все это время барс крепко держал козу зубами и когтями, не выпуская ее ни на секунду. Довольно большое стадо яков паслось недалеко от нашего героя. Снежный барс, конечно же, захотел воспользоваться ситуацией и добыть себе еду. Как обычно, хищная кошка стала подкрадываться и вскоре совершила резкий прыжок, который оказался удачным. Барс вцепился в маленького теленка, но взрослые яки не спешили убегать. Они намерены спасти своего малыша и начинают атаковать хищника. Снежный барс просто лежит и терпит все побои. Охотника топтали копытами, бодали рогами и даже подкидывали вверх. В какой-то момент челюсти кугуары все-таки разжались. И только после этого кошка все-таки решила уйти. Взглядом и ушел по своим делам. На этом все. Друзья, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, впереди много интересного. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok